Бонджорно, молодельцы! С вами Соболев, это СДК Алмаз, и сегодня мы разговариваем про те дома, которые были популярны 22-23 год, и плюс еще дам свое мнение, что будет популярно дальше. Зайдем в несколько домов, которые уже проданы. Расскажу про их площадь, расскажу из каких они материалов сделаны, что там происходит по отделке, по сдаче и так далее и тому подобное. Короче, поехали! Пока едем, ставим лайк. И, ребят, сразу маленькая ремарочка. Некоторые из этих объектов уже были сняты нами и размещены на Ютубе. Если вы смотрели обзор, и вам, например, вот дом, вот сейчас буду снимать шале, если вам он уже неинтересен, если вы уже видели, просто заходите в тайм-коды и перепрыгивайте дальше, посмотрите, что интересно. Окей? Окей, поехали! А начнем мы, естественно, с того, где мы находимся. Мы находимся в эко-поселке Семейный. Здесь 31 домовладение, на данный момент осталось 10 свободных участков. И вчера, вчера у нас было 8 августа, вчера был ровно год, как мы начали здесь стройку. Мы планируем до конца этого года занять все участки и к лету следующего полностью закончить, сдать этот поселок. Соответственно, сейчас пока все в режиме стройки. 13 числа, вы смотрите, он уже прошел, День строителей у нас здесь проходит. Возможно, некоторые, а возможно, многие из вас, кто смотрит это видео, были у нас на День строителей и посмотрели. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, что у нас здесь интересного происходит? Ну, да, перед началом стройки мы, естественно, сразу накатили здесь строительную дорогу. Это бой бетона, он у нас на Геотекстиле. Кстати, Семейный великолепен, абсолютно великолепен тем, что вот конкретно вот этот небольшой массивчик, 3 гектара, здесь супер грунты. Они неубиваемые. Земля плодородная, она земля твердая, в то же время она не глина. После ливня здесь все уходит в грунт, никуда ничего не надо тренировать. Здесь великолепная, абсолютно великолепная, не побоюсь этого слова, вода из скважины. Поверьте, я много плохой воды видел. Поселок супер. Есть один небольшой минус, здесь недалеко аэропорт. Время от времени летает самолет, глупо считаю, это скрывать. Оно есть, самолет летает почти везде. В данный момент мы его газифицировали. Все дома, которые вы видите, они уже с подключенным газом. Практически все с подключенным электричеством. У всех домов у нас будет забор по периметру. Мы стараемся, чтобы все было в одном стиле, все было огорожено. И забор, да, спереди у нас штакетник, светопрозрачный. Кто стесняется, тот закрывается с другой стороны и свето-непрозрачный становится. По краям забор в стиле ранчо. Обратите внимание, здесь у нас опять же с двух сторон перекрытие, чтобы не было видно, что там происходит. С этой стороны, например, и между соседями по одной стороне. То есть это опцион, людям мы докручиваем. Много экспериментируем с заборами, стараемся не делать металл, стараемся делать дерево. Очень много с ним проблем. Люди говорят, сделать нам профлист. Мы упираемся изо всех сил. Нет, профлист делать не будем. Куда-то эта кривая выведет. Узнаем, узнаем. Лично мне этот забор очень нравится. Это чисто кантри-стайл. Это чисто деревенский стиль, на мой взгляд. Ранчо. Мы его называем ранчо, кто-то его называет загоны. Для меня это ранчо, ребят. И даже если для вас это загон. И он еще беленький, когда ты едешь по дороге, зеленая травка, голубое небо смотрится абсолютно великолепно. Аутентично. Поехали по домам. То есть первые у нас начали строиться эти два. Мы их строили здесь на продажу. Такую движуху навести. 100 и 90 квадратов. Они кирпичные. Они начинали строиться в прошлом году, когда еще кирпич стоил, как газобетон. Не было разницы в стоимости домов. Сейчас дом с газобетоном в среднем стоит от 500 до 300 тысяч дешевле, чем кирпичный. Кирпич потребляют исключительно консерваторы. Те, кто говорят, что нам пофигу какая цена, мы хотим кирпич. Соответственно, этот дом уже купили. А туда мы не пойдем. Туда доступ запрещен. Этот дом принадлежит человеку. Но туда мы тоже не пойдем. Это шоу-рум. Вы смотрели его обзор в предыдущем видео. Мы еще много видео там снимем. И, возможно, вы его даже видели лично. Напротив у нас находится дом-шале. Это как раз была проба пера. А что, если мы возьмем C100 и сделаем его в каркасе, добавим балкончик и добавим подобного рода отделку. Вызвано было очень много споров. Кому-то понравился серый верх, кому-то не понравилось. Что мы сделали сейчас? То есть сейчас мы анонсировали новую линейку типовых проектов. Там C100 уже внутри видоизменен. Мы дали на него два варианта отделки фасада. Плюс рыжий верх заменили. Такая там белый, серый, молочный. Короче, вот куда-то туда. Чтобы он по дизайн-коду подходил под наши новые коттеджные поселки. Чтобы не выделялся. И вообще, на самом деле, история с Хауберком сейчас, она такая достаточно тяжелая. Потому что Хауберг он серый. А мы сейчас везде пропагандируем белую гамму. То есть в Журавлях, например, у нас построена улица. Там еще нет рек. Там все дома белые. И мы смотрим. Белый дом с темно-серыми окнами. Очень даже ничего никаких вроде как и реек даже не нужно. Не нужно удорожать. Но Хауберг немножко не подходит. То есть ищем варианты, как сделать недорогой, но качественный наделку каркасного дома, чтобы он был белого цвета. Пока не нашли. Если вы нашли, пожалуйста, пишите. Кстати, пробовали красить плиты ЦСП. Не получается. Не получается. Итак, забор штакетник. Компромисс между профлистом и деревом. То есть дерево капризное. Надо будет перекрашивать. Возь немного. Чуть подороже, чем профлист. Выглядит не так отвратно, как профлист. Плюс такого забора. Его не уронит ветром. Профлист часто роняет ветром. У нас, например, вот здесь калитка широкая. То есть она больше метра. Она меньше весит. То есть калитка еще бок с ним. Есть ворота. То есть воротина, когда на нее накручиваешь деревяшки или профлист, они вот нормально весят. То есть штакет это в два раза меньше вес. Плюс, опять же, продуваемость. Меньше волатильность этих ворот. Пойдем в дом зайдем. Покажу. То есть с последнего момента, с обзора, да, что здесь изменилось. Здесь сорняки поросли. И вставили дверь. Абсолютно великолепная дверь. Очень нравится. Да, она не супер-мега-современная. Она с окошечком. Цвет тоже супер. Прям вот заказчики, которые ее выбрали, вставили. И мое почтение. Зайдем сюда. Расскажу, что изменилось. То есть у нас в данном доме огромный тамбур. Мы его в новом проекте так и оставили огромным. Но у нас теперь еще в тамбуре присутствует котел. У нас тамбур просто переобулся в котельную. Появилось окно. Потому что сейчас расскажу, что мы сделаем дальше. Пойдем. Здесь у нас есть два помещения. Это помещение санузла. Оно маленькое. И вот помещение свободного назначения. Ака гостевая, ака игровая, ака кабинет и так далее и тому подобное. Мы переоборудовали. То есть теперь у нас тамбур. Это хозблок, это котельная вкупе. Здесь огромное место для складирования. Вот эту комнату мы переобули в санузел. Потому что сверху санузел, ну, мега маленький. Здесь тоже маленький. Мы посчитали, что, ну, хочется большой санузел людям. Да, ну, дадим им большой санузел. Поэтому теперь у нас здесь санузел стал аж 8 квадратных метров. И здесь вот прям можно разместить, я не знаю, бассейн можно разместить, джакузи. А вот это вот добро мы переформатировали в кладовую. И что у нас получилось? Мы избавились от одной комнаты. У нас три спальни есть. То есть две детские и общая спальня родительская. И в то же время у нас внизу появился большой набор технических помещений, удобных для жизни. То есть у нас большой тамбур, там котел. У нас большой санузел. У нас есть здесь кладовка. И у нас есть лестничная клетка, где также можно под лестницей сделать место для хранения. Там Гарри Поттер хранить. Здесь без изменений кухня-гостиная в новом проекте чуть-чуть ее увеличили. Потому что там теперь хозгруппа, то есть ее уменьшили, кухня-гостиную увеличили. На кухне-гостиная теперь нет котла в новом проекте. Это нам помогло разместить, наконец-таки, я об этом мечтал, кухню. В одну линию под нее хватило места, котла нет. Что дает возможность при изонировании кухни-гостиной еще сделать сторонную группу, совмещенную со столом. С ее великолепие. Да, и вот это решение, легкую террасу, отделанную деревом. Ну, здесь она очень необработана. Да, сейчас еще мокрая, смотрится, конечно, так себе. Но будет великолепно. Вот это решение еще, оно получило новое дыхание. Потому что теперь в каменные дома тоже сплошь. И там рядом всегда делают деревянные террасы. Все, практически отказались от бетонных, шли с бетоном, потому что они очень дорогие. Деревяшка, ванлаф, рулит вообще великолепно, абсолютно. Вот. Что здесь из интересного, да, о чем я говорил. То есть вот наш санузел второго этажа. То есть почему маленькие санузлы? И нам был фидбэк от клиента, да, что санузлы в доме маленькие. Вот. Таким образом, здесь у нас размещается исключительно, теперь в новом проекте, только унитаз и только рукомойник. Да, опционно можно встроить душевую, но большой санузел снизу. В нынешней итерации здесь, по-моему, все то же самое и сделано. Но здесь, в принципе, неудобно ни ванну принимать, ни мыться. Ни скискат. Оставили вот эту самую великолепную спальную зону. Почему здесь не гардеробная? Потому что надо сделать два окна. Если на таком доме сделать одно окно, он снаружи будет казаться как небольшой столбик. И выход на балкон, наше все просто абсолютно великолепный. Сейчас ливень, да, сюда не идет, неплохо. Будет зимой, снег будет сюда накатывать, мама не горюй. Но балкон для многих людей, да, я часто говорю, типа бесполезный абсолютно. Для многих людей до сих пор является определяющим фактором. То есть и подобного рода проекты в нашей компании продаются исключительно из-за балкона, что он есть. Люди кайфуют. Но, собственно говоря, если мой потребитель, мой покупатель хочет, я делаю. Все, вопросов ноль. Я не навязываю. В обновленном проекте еще немножко переформатировали лисичное пространство, сделались более комфортно. То есть до этого еле вписали, там прям вот миллиметр высчитывали. Сейчас стало лучше. Дом стал лучше. То есть его начали вот этот проект продавать, когда многие говорили, типа, что да не очень. Типа двухэтажный дом, но не очень. Но по статистике он практически самый быстрый дом был с точки зрения продажи готового. Вот появился фасад, дом ушел. И чуть-чуть его подправили. Я прям вангую, что будет пользоваться проект популярности. Он прикольный, потому что и внешний симпатичный, и недорогой. То есть у нас, если мы усредненно стоимость смотрим, то есть каменного дома, ну, предположим, цестового в камне, у нас получается цена это 50 плюс, там это, по-моему, 52-54 тысячи рублей за квадрат. Если мы говорим про цену такого же дома, только каркасного, еще и с балконом, то ценник уже там 42 тысячи рублей. В доме на площади 100 квадратов это миллион рублей. Это солидная экономия. То есть людям это нравится. А мне нравится, что нравится людям. Здесь у нас каркасничек. Он 100 квадратов. Он тоже уже продан. Там ведется отделка. Пойдем его покажу быстренько. Да, кстати, всем домам, всем абсолютно нашим клиентам мы дарим в конце вот такие адресные таблички. И сейчас еще для подарков еще одну штуку максимально полезную в хозяйстве сделаю. Ну, такую маленькую сувенирочку, но мелочную и приятную. Увидите, что мы сделали. Вот. Пойдем. Здесь все очень быстро. Ребят, везде стройка. Показываем, как есть. То есть ничего абсолютно не заигрываем. Да, сорняки, да, грязь. Но вот стройксом занимаемся. Опять же, 100 квадратов. И этот проект тоже видоизменили. В доме сейчас у нас идет чистовая отделка. Это то, про что я говорил. Соответственно, наша каркасная стена, наша обшивка, да, для того, чтобы утеплитель у нас не выскакивал, чтобы пароизоляция у нас хранилась. И для того, чтобы прикрутить на нее профиль. То есть мы прикручиваем профильную систему, которая потом ГКЛится и которая, если надо, красится. Какая была задача первоначально? Сделать так, чтобы каркасный дом у нас не отличался внутренне, да, когда человек приходит после чистовой отделки от каменного. Чтобы он ходит и такой, типа, ну, а дом-то из камня? Нет, дом деревянный, на пол это просто ламинат. В санузле меняется фанера на ГВЛ, в санузле у нас происходит плитка. И в данной истории независимый каркас, он у нас на подвесах регулируемых. Зачем? То есть есть товарищи, которые берут два листа гипсокартона и крутят прямо на обрешетку. Мы тоже об этом думали в свое время, наткнулись на то, что доска не калиброванная, калиброванная стоит столько, что каркасный дом стоит как кирпичный, а и нафиг он нужен тогда. И не выходим в уровень, то есть стена плавает, что-то там пытались подсовывать, но не идет. Вот прям не идет, плюс влажность доски туда-сюда ходит, а у нас перемена влажности, частая история. Независимый каркас обязательно, да, не связанный со стеной, тогда стена получается прямая, к стене нет вопросов. И еще меньше вопросов идет с точки зрения усадки дома, появления микротрещин. Собственно, все. Сейчас у нас есть каркасный дом, этот, да, в котором идет чистовая отделка. После того, как мы здесь чистовую отделку закончим, я обязательно приду, вам сделаю обзор этого дома. Только я буду, когда снимать, я буду говорить, что дом каменный, вот он такой, вот он из газобетона. И в конце видео скажу, что я на самом деле немножечко приукрасил, он не каменный, он каркасный. А кто догадался, напишите. Вот мне интересно, кто догадается по ходу видео, боюсь, что очень мало кто. Вот, здесь не будем заострять внимание. Опять же, перепланировали этот проект сейчас вот в нашей новой линейке, сделали мастер спальню, очень прикольный. То есть там спальня, кровать и за кроватью два выхода. Ну, прям вот мое почтение девчонкам, они у нас архитекторы молодцы. Я их только ругаю всегда на работе, то есть сейчас, если смотрят, думаю, слезку пустили. Да, и всегда говорю про электрику, про стальные рукава. Вот, собственно, мы с вами по ходу стройки, то есть не выставочный проект. Есть минусы, где-то болтается, вот пароизоляция, где-то что-то не проклеено, да. Но что касается с точки зрения безопасности, то есть покажи потолок. Когда мы говорим про каркас, оно все делается в электрике. Да, еще ты смотрел на днях видео, там мальчишки продают, пытаются продавать каменные дома, и у них там доводы, типа, этот каменный дом не горит, каменный дом не гниет, и какие-то еще были доводы. В принципе, согласен, если вы сравниваете каменный дом, я не знаю, там, с самым худшим, самым дешевым каркасным домом в мире. Если вы с нормальным, адекватным домом по финотехнологии сравниваете, доводы, ну, знаете, такие себе прям были. Да, конечно, при прочих равных я бы выбрал каменный дом, но, опять же, да, для чего затевали технологии, она дешевле, чтобы дать ниже цену квадратного метра. Пойдем вот сюда зайдем, здесь участок зазаборен, то есть мы забор не показывали. У нас было очень много жалоб, в первую очередь, от наших менеджеров. Какого рода жалобы, типа, забор говно, вот какого рода жалобы. С этим усердно боролись, усердно боролись, усирались даже, можно проще сказать. Просто визуализируем, что сейчас вот этот белый забор у нас превращается в профлист, похер какого цвета. Я думаю, это выглядит как мордор, то есть, ну, ненавижу я профлист, вот, всей душой просто. Хотя, ну, как материал за свои деньги, там, абсолютно великолепен, но он выглядит всегда как кусок говна, ну, какой-то мятый весь, не пойму, фу, ужас. Я сделал километр просто забор из профлиста, я его ненавижу. У нас, кстати, подписчики очень адекватны в этом плане, даже вот дом, который мы снимали вот на сдачу Саши Черновой, там комменты в основном прилетело профлисту, да, вот, поэтому люди понимают, что вот это лучше. Когда здесь зеленая трава, когда здесь благоустроится, когда здесь все обсажено, он абсолютно великолепен, он абсолютно великолепен. Но за ним нужен уход, придется его покрасить через, там, два, три, четыре, пять лет, все равно тысячик с валиком, с соседом пополам придется покрасить. Но это дерево, блин, ребят, либо дерево, либо прикольная тема живая, да, ну, либо вот штакетник. То есть мы сейчас новый поселок будем запускать, мы же как делаем? Мы запускаем поселок, не типа, что вот тебе поле, покупай, делай, что хочешь. У нас сразу идет, ну, так как мы не даем застройку никому, кроме себя, сразу идет забор будет такой, это будет такой, дорога будет такая, подъезд будет такой, детская площадка такая. Вот, соответственно, сейчас устроили кучу голосовалок, вы, возможно, тоже в ней участвовали, переобулись в новом поселке на штакетник. Тяжело удалось решение, вот, мне, ну, штакетник, ну, в принципе, нормально, вот так смотришь, да, то есть сейчас вот тут еще тут травку скосили, вот, например, да, сорнячки скосили. Смотрится нормально, но, опять же, он есть разный, вот, мне лично не очень нравится, когда, что мне не очень нравится, когда он вот здесь вот закруглен, и бывает еще, вот здесь еще профиль более-менее плоский, а бывает такой круглый штакетник. Он выглядит так, как бы ты разобрал старое здание с эндвич-панелей и сделал себе из него забор. Вот если дать здесь прямой конец и более квадратную форму, почти как дерево будет выглядеть, окей, я, ну, сказал, что я согласен. Далеко не все наши решения, которые мы принимаем, они успешные, далеко не все, я думаю, большинство, да, но нужно как-то с этим бороться. Мы запускали здесь три дома с плоской крышей в конце прошлого лета, специально их разработали. Что получили на выходе? Первое, получили, они оказались дороже, мы подумали, ладно, это же плоская крыша. Второе, там началась мобилизация, то есть рынок рухнул, и мы понимали, что теперь берут только 76 квадратов, вот только 76 квадратов. Строили 76 квадратов, сегодня и завтра продал его. С этой точки зрения мы остановили, то есть когда начались проблемы со сбытом, для того, чтобы придержать денежки, мы остановили наши дома, которые строили на продажу, потенциально проблемные проекты. То есть вот этот дом следующий и тот с плоской крыши мы тормознули. Сейчас проблем позади, мы как никогда финансово стабильны, поэтому этот дом был запущен месяц назад в работу, с плоской крыши его оставили. А вот два оставшихся с ПК мы переобули под один буз двускатный, второй с Вальмой. Это подешевле, но и плоская крыша, как казалось, в Вальме, не сильно, но кому и нужна. Но чем примечательен конкретно этот дом, там великолепная планировка, пойдем покажу. То есть он побольше, он 109 квадратов, это не 100 квадратов. По сути мы такую планировку можем сделать и поменьше, просто тут речь об удобстве по сути. И после тамбура, да, о чем я говорил, это окно, которое у нас светит в холл, дает нам светлый холл, увеличивает нам помещение. Холл здесь получился широкий, потому что дом большой. У нас две детские, две детские неравные, одна побольше, вторая поменьше, для постарше и помладше. Получились они большие, вот у нас люди приходят, смотрят, там дом 90 квадратов, ой, здесь комнаты маленькие, там по 10-12 квадратных метров, здесь 15. Вот она большая, с огромным окном, ну, можно было еще больше, опять же, покупать или он консервативен. Окно большое, вторая детская напротив, вторая детская напротив, она меньше, не вижу смысла не заходить. Не доходя до спальни, то, о чем я говорю, спальни отделены от детскими тех помещениями, в данном случае их прям множество. Здесь у нас есть санузел, первый, да, момент, первый санузел, будем правильно говорить, второй, это наша котельная. Но здесь много места для котельной, решили сразу ее раззонировать. Соответственно, здесь у нас, ну, условно, там хозблок, это может быть какая-то там сезонная хранина гардеробная, чего угодно. Здесь уже чисто тех помещение, сюда, пожалуйста, котел, там бойлерная, стиральная машина, если надо и так далее, и тому подобное. По-моему, максимально классно. Двигаемся далее. У нас идет, вот Мария уже зашла в кухню-гостиную, отсюда вход в спальню. То есть спальня максимально далеко отнесена от детских, да, то, о чем многие говорили. И спальня у нас мастер. И спальня у нас мастер, так как я люблю, потому что часто, да, не выходит выкроить правильную спальню, и тебе приходится идти в гардеробную, обходить кровать, это неправильно. То есть здесь у нас кровать, вот она в этом месте стоит, надо тебе в гардероб, пожалуйста, гардероб, ты проходишь. Здесь темно, конечно, очень жаль. Гардеробная большая. Гардеробная большая, в одном месте складируем, в другом месте ходим. Она хорошая. И санузел, вы видели из коридора санузел, то есть это первое, а это второй. Это маленький санузел, обязательно большое окно сверху, сверху, в большом смысле широкое, перепутать слова, попутал ветра. Для того, чтобы здесь тоже можно было что-то разместить, чтобы окно не съедало стену. Соответственно, что получили? Получили две детские удаленные от основной спальни, а основную мастер спальни с нормальной планировкой. Получили санузел общий, получили офигенную котельную. Ну и вишняка... А вот это, вот это, напомню, что мы тут делали. Кто не смотрел видео. Да, кто не смотрел это видео, мы думали, что эта бомба оказалась петардой. Мы здесь подтягивались, мы проверяли крепеж для газобетона. Вот это вот в этом доме. Вот, соответственно, здесь вот наши среды, но видео, к сожалению, не взлетело, но с кем не бывает. И напоследок здесь у нас еще кухня-гостиная. Мы сейчас делаем наш АП-93, плоская крылья-93 квадрата, шоу-рум. Там мне не очень нравится, как получилась кухня-гостиная, там нормально не зонируешься. То есть что я сделаю здесь? Здесь первое. Появилась перегородка для того, чтобы у тебя не был вход в спальню вот в этом помещении. То есть она ее разонировала, нашик разделила. И то же самое, она у нас закрывает сразу кухню. И мое самое любимое. Мы можем сделать теперь кухню в одну линию. Ненавижу, вы знаете, ненавижу угловые кухни. Просто терпеть не могу. Очень люблю кухню в ряд. Здесь великолепно, здесь более трех метров кухня в ряд встает. И мы имеем возможность нормально распланировать это помещение. Сюда, пожалуйста, вставить стол. Сюда диван и туда телевизор. Либо сюда телевизор. Короче, здесь вариков на самом деле много планировать. А для того, чтобы они появились, нужно просто помещение делать побольше. Здесь уже 25 побольше квадратных метров. И получилось. Не стали заигрываться с окнами, делать огромное количество здесь. В данном случае это окно. Это у нас выход на веранду. Там это просто окно, но оно тоже так же может быть выходом. То есть, по желанию. Это окно в пол, а балконное окно это читай одно и то же. Пойдем дальше. Доделаем этот дом. Сделаем фасад. Я вам его обязательно покажу. Проведу экскурсию. Дом великолепный. Единственный один, единственный его минус. Он дорогой. Почему он дорогой? Потому что он большой площади. Сделан с любовью. Сделан с любовью. Парни, я нервно курю. С детьми мужичками. Он дорогой. Вот опять же, что я говорил про грунты. Сейчас ливень был. Мы снимали пока дома. Ждали долго, пока дождь пройдет. Ливень прошел. Сегодня три в одном здесь копошился. Вот у нас здесь вот эта земля поливая. Три в одном, потому что он три в одном. Он экскаватор, бульдозер и трактор. Да, ведь? Бульдозер. А я еще хороший паралараб, так пахнет. А, нет, он экскаватор, погрузчик и... Нет, он не погрузчик, он это и я его. Качный погрузчик. Не, ну передний ковш это погрузочный, задний это экскаватор, а третий это что такое интересное? Ну и строй... А, да, у него открывается челюсть, и это отвал, это бульдозер. Или это грейдер. Блин, вот строители, да, не знаю, что такое три в одном. Ну, короче, для всех это трактор, но называется экскаватор три в одном, то есть любимая абсолютно тема этих микрозастройщиков, потому что прикольно было бы взять гусеничку, да, с ковшом, у нее производительность выше на самом деле. Но когда нужно метаться, вот он, вот он здесь ураганит просто как не в себя, ему здесь максимально весело. По поводу грунта, вот он здесь, вот сейчас ливень был, вот я стою на земле, то есть она уже сухая, она дренирует в себя очень быстро. Я себе отсюда, когда дорогу сделали, еще себе привез этот земли на траву. Здесь у нас дом, значит, каркасный. Каркасный, 73 квадрата, мы его снимали. Да, мы его снимали, он уже сдан. Мы не можем туда заходить, потому что будет заказчик против. Мы двигаемся дальше. Здесь газобетон, мы его тоже снимали. Как я могу сходу определить, типа, что это газобетон, это каркас? Я же не могу все помнить, да, домов много, очень много. Я просто смотрю по фундаменту. То есть здесь у меня фундамент, я вижу, железобетонный с продухами, да, я точно знаю, дом каменный, железобетонный ростерк. Там я вижу, у меня другие решеточки, там я вижу как раз гофрированный шифер на отделке. Я понимаю, дом каркасный. Все, вся любовь. 100 квадратных метров, также под заказчика. Это плюс-минус такой же, как мы смотрели, с задним небольшим исключением отделка цоколя. Тут немножко другое составное решение. Внутри все то же самое. Внутри все то же самое. И здесь у нас тоже вот как раз стартует стройка того объекта, который мы остановили, когда была мобилизация, да, вот сейчас все это добро запускаем. Ждем бригаду. В этом плане очень удобно иметь дома на продажу, которые ты можешь остановить, потому что у тебя есть твои бригады. Ты планируешь их под дома на клиентов, под клиентов, да, потому что, ну, что, заказчик не любит, когда дом стоит. Хотя, к сожалению, так получается регулярно. И в то же время, если есть какая-то просадка в производстве, эта бригада всегда может пойти дом на продажу строить. У нас, в принципе, получается где-то посередине, потому что даже без домов на продажу они перегружены. Не хватает, не хватает квалифицированных рабочих рук. Если вы из Иваново и хороший специалист, приходите к нам работать. Главное правило нашего строителя – адекватность. Деньги мы платим нормальные, регулярно, каждую неделю. Я думаю, сейчас вообще не откровение ни для кого. У нас катастрофа с кадрами везде. В офисе у нас катастрофа с кадрами на стройке. И это не только у нас, это по всей стране. Не знаю, часть людей куда-то уехала. Те, кто помладше, 20 лет, это нового поколения, они не понимают, что они хотят. Мои другие были. Неважно, разговор о старом. Катастрофа с кадрами. То есть прямо стараемся, холим, леем, своих держим как можем. Дом. 60 квадратных метров. Обзор на него вы видели. Здесь чуть-чуть видоизменено. Огромные окна сделали в пол, они косые. Дом будет прикольный. Мы пересобрали этот дом немножко сейчас. Новая линейка выходит. Вот сейчас уже первый проект подпишем. Опять же, ее презентую. И она будет уже такая в стиле банхауса, но каменная. То, что 100% многим понравится, это 120 квадратных метров. Дом из газобетона. Дом под заказчика. Дом с а-ля вторым светом. Почему говорю с а-ля вторым светом? Потому что второй свет, это когда у тебя двухэтажный дом. И у тебя нет перекрытия в кухне-гостиной. То есть здесь дом одноэтажный. Но высокие потолки, но огромное окно. А сейчас без крыши вообще второй свет просто огромнейший. Очень долго здесь мучились, клали этот дом. Здесь была новая бригада. За ней Леха стоял прямо. Каждый день смотрелось. То, что он на них смотрел, они очень медленно делали. Но если бы не смотрел, сделали бы очень быстро, очень плохо. Ну, прямо вот классика. Опять же, забор по периметру внешний. Сейчас он закрыт тут и там. Чтобы был непросвечаемый. Одна доска отвалилась. Чего-то круто. Все по классике. Мы в тамбуре. Сразу же помещение гардеробное. Кстати, прикольная история. И сразу же здесь еще одна комната. Это кабинет. Для того, чтобы... Ну, вот опять же, ты работаешь в кабинете, например, на дому, да? И к тебе кто-то приходит, чтобы дома люди не склонялись. Кабинет. Плюс вот я, например, у себя-то практикую. Постоянно что-то забываю. Чтобы не идти через весь дом, пожалуйста, тамбур и залетел. Норм-тема. Огромная кухня-гостиная. То, почему такие дома делают. Вот, пожалуйста, оно окно второе. То есть представляем потолок. Да, сейчас с небом вообще великолепно. То, о чем я смеялся. То есть она действительно большая. Здесь у нас порядка тридцаточки. Я думаю, даже 35 квадратных метров. Немножко здесь помучаемся с крышей. Но ничего страшного. Все для дела. Все для дела. Нету нерешаемых задач. Есть неприятные решения. Здесь у нас поехали спальни. Поехали санузел. Поехали у нас котельная спальня. И мастер спальня, которая имеет свое дополнительное помещение. То есть в данном случае это может быть гардеробная, может санузел. В доме площади больше 100 квадратов всегда можно разгуляться. То есть у нас же как идет вот это вот мышление у покупателей. Я хочу дом старым светом. Вот как у вас там, Маста 22. Блин, он стоит 11 миллионов. Ну там, грубо говоря, да. Но такой же, но без старого света там 10. Но такой же, но уже 90 квадратов или 100, там 8. И условно говоря, у клиента-то было только 8. Но он хотел старым светом. Мне говорят, какой дом большой? Вот для меня дом большой это от 100 квадратов. Потому что там уже можно поиграть с мастер спальнями, повеселиться. Можно поиграть с старым светом. Но это все денежки. Это все денежки. Причем они уже идут не от увеличения площади, они идут от увеличения старого объема. Скоро мы будем снимать этот дом со вторым светом, который 100 квадратов. Чтобы не пропустить, ставьте, пожалуйста, колокольчик. Думали, что это видео снова залетит на полтора миллиона, а оно там на 10 тысяч залетит. Плюс, я думаю, ни для кого вообще не секрет, что вот такое окно, оно стоит больше стандартного, непропорционально его площади. То есть здесь должны быть уже усиленные рамы, потому что окно пластиковое, оно туда-сюда лихтит, играет ветер и так далее, и тому подобное. Окна, они исключительно самонесущие, то есть они никакую нагрузку не несут. Соответственно, чем больше окно, цена там геометрически растет. Цена геометрически растет. Ну и еще, конечно, была бы моя воля, я бы вот для таких окон сделал бы внутри черную ламинацию, чтобы она была прям четкая. А мы двигаемся далее. И рядом у нас вот 3 квадратных метра газобетон, тоже под заказчика. Мы принципиально здесь не запускаем новых проектов работы. То есть мы стандартная наша история работы заключается в том, что подтягиваются заказчики, выбирают участки, и какие-то моменты, которые остаются свободны, мы всегда в улице сбиваем домами на продажу, чтобы улица быстрее заканчивалась. Максимально логичная история. Но для домов на продажу вот в таком случае мы всегда выбираем проект поменьше. То есть это там типа 76-60 квадратов. Потому что мы точно знаем, что они завтра продадутся. При любых условиях. И мы всегда стараемся держать в каждом поселке минимум два проекта маленьких. Потому что они завтра продадутся. Вот они точно уйдут. В данном случае уже ничего не запускаем. Сейчас ждем буквально 2-3 месяца. Если там, опять же, останется пара участков, вот туда запустим эти два дома на продажу. И чтобы у нас все была закончена история. Мне очень важно, чтобы у меня следующим летом не было той темы, что я все достроил, и у меня два дома строятся. И я не могу сделать там финишное покрытие, и так далее, и тому подобное, потому что у меня до сих пор грязь. Но слава богу, у меня есть газ. В отличие от многих других товарищей. Что сделали с этим А-60? Его немножко извратили, его немножко увеличили, и добавили ему веранду сзади. Достаточно интересное решение. У тебя есть выбор, да? То есть, либо большой дом, но максимально простой, либо дом поменьше, но с вариантиками. То есть, здесь выбрали дом поменьше, но с вариантиками. Вот у нас будет веранда, у нас там косые окна и так далее. То есть, он поинтереснее, но будет стоить подороже. И такой выбор делают практически все. Некоторые делают дом побольше и поинтереснее. Есть такие заказчики. Сделали детскую площадку, наконец-то, да? Долго ее делали. Она максимально простая, но в то же время к ней не было по фешенебельности. Она на гальке. Здесь вполне себе стандартная игровая форма. Много места оставили детям чисто побеситься. Сюда еще добавится обязательно лавочка, обязательно урна. Небольшой поселок. За счет того, что мало домов, нет возможности организовать здесь там СНТ, кооператив, любую орг структуру, которая может управлять этим поселком, собирать какие-то денежки с людей и за ним следить. Почему не получается? Потому что, условно, то есть, по моему мнению, каждый дом должен платить не более чем 2000 рублей в месяц вот этой вот коммуналке за содержание капешки. Когда у тебя 30 домов, это получается, 31, да, это получается 62 тысячи рублей. Учитывая там маржинальность, налоги и т.д. и тому подобное, здесь управляющие будут делать нечего. Поэтому площадка маленькая, максимально простая. Расчет на то, что просто местные жители будут за ним следить. И, как мы видим, из тех мест, которые мы делали как раз-таки без управляющей организации, местные жители за ним следят. Еще о чем стоит сказать, как и все детские площадки, что мы делаем, у нее всегда один вход. Потому что на входе КПП мама сидит, чтобы ребеночек не выбежал, не убежал, вот он в загончике, пожалуйста. Это все смешно, типа, ну, ты вот к детям как-то относишься. Отношусь абсолютно нормально, у меня дети есть. Я знаю этот момент, когда ты каким-то образом залип в телефоне, это тоже нормально, не надо себя за это винить. Твой ребенок куда-то сдриснул с площадки, и ты его не видишь. А тут, пожалуйста, он вот у тебя под присмотром. Улица, которая у нас именуется второй очередью, которой сейчас активно занимается, то есть у нас практически вот по этой полоске, по этой полоске практически все дома уже заняты. Здесь, по-моему, один участок остался. И вот это, по-моему, два, что ли, занято, да? Вот. То есть ближайшая у нас история это займ вот этого места. Вызвали пару месяцев назад, сюда, месяц назад сюда комбайн, скосили здесь траву, она выросла больше пояса, стало поинтереснее. Здесь у нас сто, по-моему, девять квадратных метров. То же самое, немножко там выломали зад, чтобы была веранда и была более интересная у нас спальная комната. и очень интересный проект, дом сто квадратных метров. Сто квадратных метров это нестандартная планировка, я там сам принимал участие, помогал разрабатывать. Здесь еще появятся рейки, он будет прям современный, Вася. Здесь добавили обязательно навес. Здесь сразу за навесом сделали, сейчас покажу поближе, сарайку, чтобы хранить инвентарь. Здесь есть вывод для зарядки электромашины, это у нас первое такое, первая ласточка, то есть, я думаю, это будет набирать ход. Сзади есть веранда и так далее. То есть, здесь позиция, здесь будет сочетовая отделка истории, здесь позиция была у заказчика, помогите мне, то есть, я готов за все заплатить, помогите мне, пожалуйста, сделать, чтобы я потом жил, ни о чем не жалел, чтобы не жалел, что что-то забыл, и у меня была комфортная жизнедеятельность. Соответственно, и с точки зрения этого, учитывая алгоритмы, то есть, мы вот катнули. Вовнутрь сейчас не попадем, дом закрыт, включу сантехников. Я вам его сниму, когда все будет закончено, проект прикольный. Сейчас вот просто вокруг пройдемся, покажу, что здесь интересно. У нас, кстати, был на днях разговор, типа, может, не надо рейки, ну, белый фасад, в принципе, норм, с темными окнами, но все-таки товарищу говорили, давай сделаем рейки, будет... Цвет какой решили? Чего говоришь? Цвет какой решили? Рейк. Этот, зеленый, навес под автомобиль, у нас еще в комплектацию тоже дома будет входить тротуарная плитка с подъездом, со всей историей. Под ключ, вот прям под ключ, постельное белье только не заправим. Будет еще входить машина, здесь у нас будет много подсветки, только сейчас вот эту плиту сделали, только сняли опалку, это у нас будет как раз хостблок, то есть хостблок будет здесь еще интересное решение, сам придумал, здесь будет одни расставни, здесь другие, для чего? То есть есть, когда ты в доме живешь, у тебя есть газонокосилка, у тебя есть обязательно керхер, в машину у тебя есть обязательно снегоуборочная техника. Вот снегоуборочник весит много, то есть его неудобно катать, ты рольстав не поднял и просто на плитку поехал, то же самое с газонокосилкой. С точки зрения керхера, я сам живу в доме, но нередко езжу на моем самообслуживании, и я знаю людей, которые так делают, потому что пока ты вот эти шланги все размотаешь, у тебя уже желание что-то мэть отпадает. Когда у тебя и здесь стоит керхер, и сюда вода выведена, и тебе только повернуть в ручку, и он уже работает, вот это норм. Вот так надо жить. Здесь также сзади будет еще организована история для отдыха, так называемое открытое патио. Мы планируем закончить работу по этому дому в ноябре, уже снежок будет выпадать, но обязательно его сниму. Проект прикольный, маленькая здесь веранда исключительно для чаепития, сделано, чай, кофе покурить. И с этой стороны дома у нас кольцо. Вот, собственно, и все. Ребят, на этом все. Может быть, немножко сумбурно, а может быть, было много интересной информации. Новый интересный формат. Меня на самом деле Маша заставила сниматься. Надеюсь, получилось здорово. Узнаем мы по тому, как вы отреагируете. Поэтому не скупите, пожалуйста, поставьте лайк. Ну и там, подпишитесь, колокольчик, поделите видео, если вам понравилось. Надеюсь, вы приходили на наш День строителя. Мы снимаем видео до Дня строителя, а смотрим его после. Ну, тайминг такой. И надеюсь, что вам все понравилось. С вами был я, Соболев. Всех от меня поцеловал. И увидимся на вашей стройке. Пока!